МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режиссер спектакля «Кража со взломом» Людмила Евгеньевна Оршанская. А также актриса театра для детей и молодежи на Большой морской, исполнительница главной роли спектакля «Кража со взломом» Мария Безродная. Здравствуйте. Добрый день. Прежде всего, поздравляю вас с премьерой. Желаем аншлагов, процветания и, конечно же, благодарных зрителей. У нас есть анонс комедии «Кража со взломом», который еще не видели наши зрители. Давайте его посмотрим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Липнова Евгеньевна, почему решили поставить именно эту комедию? В чем ее особенность? Ну, особенность. Ну, прежде всего, наверное, потому что это легкий жанр комедии, который любят очень многие зрители. Эта пьеса была нам предложена нашим другом уже театра, потому что мы давно переписываемся с Виктором Анатольевичем Вебером, русский переводчик английской пьесы, который проживает в Москве, который любезно согласился и даже сам проявил желание приехать к нам на нашу премьеру 14-15 ноября. Он будет гостем наших двух спектаклей. Мы будем его встречать. Действительно, пьеса Вина Мариаля-младшего, которая у нас в России, она прошла, по-моему, только в двух городах. Вот в Алмате, в Тюзи, в театре имени Натальи Сац и в нашем театре – это вторая постановка. В Америке знают этого драматурга больше, а в Италии вообще этот спектакль победитель этого года. И тоже в сентябре-октябре в ста театрах Италии пройдет эта пьеса. Чем она уж так вот приглянулась, когда я выбирала среди других пьес Вебера? Ну, наверное, прежде всего, авантюрностью сюжета. Все-таки в этой пьесе есть главный герой, обаятельный главный герой, красавица-героиня. Это типичная комедия положений с острым сюжетом, с необычными поворотами. Там много приманок для зрителя, и пистолет, и погоня, и любовная история, которая развивается в течение сюжета. Но вот помимо всего этого, мы по этому жанру дали авантюрная комедия, но помимо всего этого, эта пьеса, она пронизана романтизмом хорошим. В ней есть какой-то подлинный лиризм и убедительный оптимизм в финале этого спектакля. И это очень важно и ценно. Но, наверное, самым определяющим для меня в выборе этой пьесы было то, что в ней есть какой-то такой мощный заряд социальной критики, проблемы, которые есть среди молодежи, когда наши молодые люди порой не любят учиться, трудиться, а вот так вот лихо хотят быстро и так легко заполучить какую-то наживу, подвергая себя опасности, оказываясь на краю пропасти. И автор, и пьеса все-таки предупреждают такую молодежь о последствиях, что хорошо кончается, говорим мы. Ведь эта история, которую мы рассказываем в театре, она могла быть закончена совершенно иначе и с печальным исходом. А тут всесокрушающая такая любовь, которая обрушилась на наших героев, она как бы вот разит своими стрелами все препятствия, все зло на пути к счастью двух наших героев. Конечно, здесь есть и другие слои. Как ни странно, она многослойная пьеса. Здесь есть и тема одиночества, и тема семьи разрушенной. И это звучит в монологах наших героев. Это эксцентричная комедия. Она специально, я люблю такой материал брать для того, чтобы актеры почувствовали себя в другом жанре, воспитывали в себе какую-то природу эксцентричную, разминали себя в таком материале, обучались, и волей становились профессиональными. Вот через такой материал игровой, комедийный, легкий, небытовой, где можно вот жанр поменять, сторону укрупнения. Я люблю гротесковый ход. Может быть, что-то еще не удалось. Пьеса еще будет, конечно, набирать силу, уточняться, конкретизироваться. Актеры еще разыграются. И уже две премьеры показали, что зрителям нравится эта пьеса. Они аплодируют. И, как я говорю, даже добрые люди нам кричат «Браво!». Ну что ж, расскажите тогда о ваших главных помощниках в подготовке спектакля те, кого зритель не видит и кто остался за кулисами? Ну да, помимо наших прекрасных актеров, две молодые пары, у нас два состава, вы увидели, конечно, другой состав. Вот здесь актриса, тоже исполнительница главной роли. И заслуженная артистка Наталья Клочкова, которая замечательно работает. И дебют актера, недавно пришедшего в наш театр, Виктора Богомолова, который делает блестящий эксцентричный эпизод в этом спектакле. И, конечно, большая заслуга главного художника нашего театра Татьяны Карасевой, которая создала замечательную сценографию, оформила спектакль, где в волю можно разгуляться и режиссерской, и актерской фантазии. Конечно, это наши цеха, труженики которых не видно, Юрий Михайлович Недильский, который просто гений инженерии, и который своими руками создал всю эту декорацию. Вот если говорить о декорациях, в чем же их особенность? Ведь они несут в себя тоже определенную идейную нагрузку. Ну, конечно, вы понимаете, но прежде всего это Америка, это Манхэттен. Это пьеса авантюрная, она решена небытовым способом. И хотелось что-то соорудить эдакое, соединяющее в себе. И комнату, в которой происходят события, ну комната, скучно, диван, стол, стул. Мы так от этого устали. Хотелось как-то соединить город с этой комнатой, с этим местом действия. И вот от каких-то моих ощущений художник, она вот создала образ, когда стены небоскребов, вот четыре одиноких сердца на сцене, четыре одиночества встречаются, и четыре небоскреба вот этих на сцене. И мне хотелось, чтобы эти небоскребы олицетворяли это, это одиночество наших героев, и чтобы они же являлись внутренними стенами этого маленького вот места, где происходит событие этой комнаты, так называемой. Поэтому с одной стороны это небоскребы, с другой стороны это стена, но где полочки, где все стоит, и этот круг, который, он не на полу, не на ровном месте, а круг, который у нас скошен вниз, который под наклоном, то есть наклонная плоскость, она всегда куда-то можно скатиться вниз, но наши герои крепко держатся на этой плоскости наклонной, они все-таки карабкаются вверх, вот, и они выходят, конечно, слава Богу, из этой истории, которая могла закончиться печально, они уходят в новую жизнь, и мы надеемся, что там все будет хорошо. Сколько же времени заняла подготовка к этому спектаклю? Мало. Пожалуй, эта пьеса вот по времени, она самый короткий период репетиции был, полтора месяца вот так вот, наверное, чистого времени, и два состава, конечно, сложно. Четыре персонажа на сцене, но очень короткий период, и нам не хватило, то есть предстоит еще, конечно, ее чуть-чуть доработать. Как мы видим результат, он еще впереди. Мария, у вас много ролей в детских спектаклях, а тяжело ли вам далась главная роль именно вот в этой комедии? Ну, скажем так, тяжеловато, да. Ну, во-первых, конечно, эмоции переполняют, хочется сказать, ура, мы это сделали, наконец-таки. Конечно, впереди еще очень много работы предстоит. Вот. Я хочу сказать, что это у меня в вечернем репертуаре первая главная роль. Конечно, это очень волнительно, это очень ответственно. Я очень переживала получится, я боялась. Ну, я надеюсь, конечно, что я оправдала ожидания. Я буду стараться, чтобы было лучше, веселее, интереснее, естественно. А если сравнивать, конечно, с детским репертуаром, я не могу сказать, что интереснее играть, вечерний репертуар или для детей, или интереснее, или даже легче. Нет, для детей тоже играть очень сложно, потому что детский зритель, он очень специфический, он очень чувствует правду на сцене. Но вечерний репертуар, он, конечно, ценен тем, что актер, он открывает в себе другие потенциалы, может быть, даже которые ему не свойственны. Вот. И хочется, конечно, в себе искать то, что еще открывать все новое и новое, что ты даже не подозреваешь, что у тебя есть в душе, в сердце. Конечно, это очень здорово, очень интересно. И очень хочется поблагодарить Людмилу Евгеньевну за доверие, за терпение. Ну, наверное, и вообще, конечно, и мои партнеры. Я тоже хочу об этом сказать. Ребята, которые, актеры, исполняют роль Уоррена, Би, Фи, Джи и Сандлера, Саша Безродный и Игорь Цветков, они замечательные партнеры на сцене. Я им очень благодарна. Конечно, с такими партнерами нужно достойно работать и идти только вверх по этому нашему наклонному кругу. Как вы считаете, удалось ли вам раскрыть роль и удалось ли раскрыть кражу? Не знаю. Пока у меня есть еще так вопрос в голове. Я сделала на данном этапе, надеюсь, максимум, то, что хотела. Но еще очень-очень много предстоит работы впереди, потому что спектакль сложился, но мы будем что-то менять, доделывать, уточнять, чтобы было лучше. Людмила Евгеньевна, на вашей сцене в конце месяца пройдут творческие лаборатории. Расскажите подробнее об этом. Ну, это, пожалуй, такое самое необычное событие ноября. Последние пять дней на сцене нашего театра будет проходить вот эта творческая лаборатория ТЭСТЮС, то есть творческий эксперимент Севастопольского театра юного зрителя. Да, это лаборатория, которую мы давно ждали. Она будет под руководством Олега Семеновича Лаевского. Он драматург, критик, режиссер. И он является членом президиума российского центра «Ассетэш». Это ассоциация детских театров для детей и молодежи. И он тоже будет главным участником этой лаборатории. Мы выиграли грант в мае на проведение этой лаборатории. И к нам в конце месяца приедут три режиссера из Москвы и Санкт-Петербурга. Нам было предоставлено много пьес, более 50. Из них мы выбрали две. Надо было прочитать практически все, чтобы остановиться, не ошибиться, распределиться, чтобы это было интересно и нам, и зрителям, если мы потом, вот эти пьесы будут удачные. Но одна пьеса, значит, приедет Екатерина Гороховская из Санкт-Петербурга. Она предложила материал для детей от шести лет. Ну, это так называется Baby Lab, лаборатория такая. Пожалуй, самая сложная будет работа, потому что здесь актерам не дали ролей, у них нет ролей. Просто предложено прочитать книгу. Книгу. Книга – это голландского писателя Тон Телеген. Называется книга «Мой папа». Это самый сложный будет для актеров эксперимент, потому что все будет рождаться уже, когда режиссер приедет. Он будет давать им задания, они просто должны познакомиться с материалом. Из Москвы к нам приезжает Юлия Аук, актриса и режиссер, известная актриса. Она много снимается в кино. И она будет ставить сказку по пьесе известного современного драматурга Ярослава Пулинович «Птица Феникс возвращается домой». Вот такая сказка, очень сложная. Там много персонажей, значит, много костюмов будет. Там много смены места действия. И вообще большой объем материала этой сказки. Как за четыре дня сможет режиссер управиться, я бы не знаю. Это очень интересно будет. И, значит, следующей, третьей работой, она будет адресована зрителям. Это приедет к нам режиссер. Она итальянка. Ну, она живет в Санкт-Петербурге. У нее корни грузинские. Она русскоговорящая. Она будет ставить пьесу немецкого драматурга Мариус фон Майнбург. Сама выбирала и сама еще эти фамилии не очень проговариваю. Пьеса называется «Урод». Там всего четыре персонажа, но и четыре актера будут исполнять эти роли. Но каждому достанется по три роли в этой пьесе. Тоже очень сложная работа и очень интересная. Конечно, будет задействован весь театр. Все службы. Это такой будет пятидневный марафон, когда все с утра до вечера мы должны будем быть на своих местах. Потому что на трех площадках параллельно. А места у нас мало. Мы будем очень все распределять, где какой режиссер будет работать. И все должны будут находиться рядом, чтобы в любой момент соответствовать требованиям режиссера. И поэтому оценивать всю эту работу потом уже приедет к нам еще критик из Москвы, Елена Ковальская. Она уроженка Керчи. И мы будем приглашать наших театральных экспертов уже нашего города Севастополя, которые театральное искусство знают. Это наши коллеги из наших соседних театров. Ну что ж, театральная жизнь кипит. Кипит. А время нашей передачи, к сожалению, истекло. В вашем лице благодарю всех постановщиков и актеров за те душевные радости, которые вы приносите как юному зрителю, так и взрослому зрителю. Спасибо вам за ваш труд и желаем вам творческих успехов и, конечно же, аншлагов. Спасибо. Искусство должно помогать жить, дарить людям добрые, яркие, сильные впечатления, ради которых они приходят в театр и приводят своих детей. Напомню, говорили о премьере спектакля «Кража со взломом» в театре на Большой Морской. На этом мы ставим точку. Эфир же телеканала продолжается. Впереди еще много интересного. Не пропустите. Субтитры подогнал «Симон»!